Итак, во всех предыдущих частях нашего урока мы использовали официальный tutorial Unity Let's Try Shooting With Raycasts для того, чтобы реализовать базовый функционал шутера от первого лица. Мы разобрались во всех нюансах, все реализовали, сделали даже интерфейс, даже больше, чем в официальном туториале, и наверняка у многих возникло желание сделать свою собственную игру. Функционал есть-есть, единственное хочется изменить внешний вид, допустим, изменить оружие, изменить цели, изменить локацию. Как мы можем это сделать? Ну, тот, кто знаком с Unity, в принципе, может это сделать без труда, а тот, кто только знакомится для того, собственно, и этот небольшой урок. Давайте, прежде чем мы будем вносить какие-то изменения, вот эту сцену Shooting With Raycasts пересохраним с новым именем, пускай у нас будет моя игра. Допустим, я сделаю так. Ну, во-первых, надо сразу посмотреть, что эта сцена сохранена, то есть нет никаких звездочек, лишний раз сохранить, а затем выбираем файл Save As, и в папочку Let's Try Shooting Sins мы, допустим, я напишу My Shooter. Вот так. Все здесь функционирует точно так же, как на предыдущей сцене, ничего еще пока не изменилось, но мне хочется как-то, допустим, подобрать другое оружие или другие цели. Для этого мы можем использовать Astor Unity, либо какие-то любые другие ресурсы или свои собственные знания редактора, с помощью которого мы можем что-то даже свое нарисовать. Но, допустим, я хочу выбрать какое-то другое оружие. Давайте я прям вот так вот введу Gun и выберу только бесплатные, мы же только учимся, нам не нужны платные. Pricing выберем Free. Не совсем удобно тут искать, поэтому, когда окошко маленькое, здесь можно нажать на вот этот вот управляющий элемент и выбрать Maximize. Вот. И мы можем выбрать любой другой тип оружия. Ну, например, вот SkyFi Guns какие-то. Вот. Например. Ну, давайте загрузим. Мне, в общем, сейчас не принципиально. Если вдруг у вас будут спрашивать логин, пароль, напомню, что нужно быть зарегистрированным пользователем. Вот у меня слетела лицензия, наверное, точнее, моя авторизация. Сейчас я поставлю видео на паузу и введу логин, пароль. Так, я ввела логин, пароль. У меня здесь появилась иконочка. Нажимаю Download и Import. Здесь можно посмотреть, что у нас в составе. Даже есть демо-сен. Замечательно. Импортируем. Ну, и теперь, чтобы увидеть все остальные окна, мы еще раз нажимаем на вот эту кнопочку в правом верхнем углу и убираем галочку Maximize. У нас все импортировалось в папку Assets и появилась папка MASH Virtual. Ну, давайте посмотрим сначала, что у нас здесь в префабах. В префабах у нас один-единственный пистолет. Я, наверное, посмотрю сейчас демо-сцену. А он тут один и есть. Сейчас посмотрим MASH. Ну, да, он оказывается один, хотя там вроде бы нарисовано было несколько, но, опять же, не принципиально. Ну, давайте попробуем использовать префаб. Вот он такой. Подставим его вместо того пистолета, который у нас в нашей сцене. Для этого мне нужно мою сцену загрузить. И теперь нам нужно заменить фактически вот этот объект GAN. При этом нужно будет подправить точку конца пистолета GAN-END, то есть некоторые вести изменения. Как это лучше сделать? В принципе, у меня GAN-объект. Это объект, на котором у меня есть функционал. И это замечательно. Так, собственно, и делают. А внутри него у нас есть MTA-OBJECT GAN-END и есть объект, который, собственно, и представляет собой вот эту вот модель руки с пистолетом. Я стараюсь как-то приблизиться. Вот, если я, допустим, ее отключу, все, у меня пистолета нет. Это значит, что вместо этого объекта я могу подставить любой другой. Давайте так и сделаем. Значит, вот мой префаб. И я этот префаб могу попробовать сразу закинуть в качестве дочернего объекта объекту GAN. Вот он у меня появился. Сейчас осталось только его разместить соответствующим образом. Видите, он ориентирован немножечко иначе. Если вот этот объект смотрит сюда, то у него дуло пистолета повернуто в другую сторону. Надеюсь, нас это не сильно напряжет. Можно это изменить прямо внутри префаба, попробовать. Но мы сначала всю модельку повернем. Давайте сначала повернем. Значит, нам нужно вот в эту сторону повернуть. Ну, и понятно, что здесь у нас будет 90 градусов, точнее, минус 90. Позиционировано у нас 0,0,0. Давайте посмотрим здесь у нас какие вот эти вот координаты. Ну, давайте попробуем эти же координаты и использовать. Для этого можно, в принципе, сделать вот так. Копии компонент. И сюда пист компонент велес. Ну, единственное, что еще раз повернуть. Вот, мы почти попали. Сейчас можно посмотреть в окне ГМ, как это выглядит. Вот, пистолет достаточно крупный, поэтому мы можем его немножко уменьшить. Ну, и переразместить, возможно. Наверное, сейчас я возьму вот так вот его отскейлю. Чтобы он приблизительно соответствовал тому пистолету, с которым мы уже работали. Смотрим в окне ГМ. Хочется немножко его опустить ниже. Ну, вот, примерно так. И теперь осталось вот этот вот объект убрать. Вот. Ну, в общем, можно попробовать протестировать. Единственное, чего мы не сделали, это мы не изменили местоположение объекта Ганэнд. Он у нас вот где-то вот в дуле находится. Ну, давайте посмотрим, может быть и так хорошо. Вот наш пистолет, чудесно. Немножко надо его приподнять, потому что чуть-чуть вот центральная точка и дуло пистолета слегка как-то диссонирует, мне кажется. Ну, в общем и целом, вполне неплохо. Но все-таки лазер выходит как-то из тела пистолета не очень хорошо, поэтому мы возьмем Ганэнд и немножечко вперед подвинем. Мне кажется, вот так надо сделать. Вот. Сейчас вполне даже замечательно. Ну и, возможно, сам пистолет вот чуть-чуть нужно опустить, как я говорила. И, возможно, даже тогда и Ганэнд. Ну, давайте проверим. По-моему, даже практически идеально. Итак, мы сделали первые изменения. Замечательно изменили модель. В принципе, можно вот этот вот объект уже даже и удалить, потому что мы его не используем в нашей сцене. Ну и последнее, что я покажу. Давайте вместо вот этих кубиков поставим какие-нибудь другие объекты, более интересные. Мы разберемся, как их настраивать, изменять. Тоже возьмем из Asset Store и на начальной странице. Тоже сделаем Maximize. У нас есть такой раздел Props. Это всякая разная мелочь. И тоже выберем Free Asset. Здесь тоже вот вы можете найти какие-то там оружие и прочее. Но вот, допустим, я хочу не кубики, а какие-то такие красивые объекты. Тоже могу их импортировать в свой проект. Убираем Maximize. Вот у меня появилась папочка с этими всеми объектами. Вот здесь у нас префабы. Вот они как выглядят. Правда, они все без материалов, но ничего страшного, материала мы добавим. Ну что, давайте попробуем добавить на сцену каких-нибудь, ну, допустим, звездочек. Пускай будут звездочки. Они достаточно большие, как мы видим. Давайте уменьшим. Я покажу только один пример. Остальное вы уже, я думаю, разберетесь сами. И материала нет, поэтому я возьму здесь, в принципе, есть папка материалов. Чтобы было удобнее, я вот так увеличу. Ну и пусть мои звезды будут, допустим, оранжевые. Я просто добавила на сцену, но у нас есть здесь папка Environment и Tudgets, да, поэтому, конечно, логичнее все это сюда в Tudgets и забрасывать. Дальше, что необходимо сделать, чтобы этот объект был поражаемым объектом? Ну, давайте для начала посмотрим, как это все выглядит у нас. Оказывается, эта звезда еще и анимированная, и на нее наш скейл не особо воздействовал. Сейчас я еще раз попробую проверить. Да, вот она все равно становится большой, но хотя бы в координатах перемещается. Что в этом случае делать? В этом случае нам придется создать еще пустой объект. И в этот пустой объект нашу звезду поместить. Здесь мы скейл сбросим, пускай будет 1, 1, 1. Изначальный, а менять будем скейл вот этого родительского объекта. Ну и внутри него нашу звезду позиционируем в координаты 0, 0, 0. Вот так. Чтобы ничего никуда не съезжало, то есть мы будем теперь ориентироваться на координаты вот этого пустого объекта. Ну и давайте его напишем. Зададим ему имя, чтобы не запутаться. Таджет старт, например. Так. Ну и переразместим. И, соответственно, можем уменьшить. Так, сейчас посмотрим. Вот теперь звездочка меньше. Вот она даже летает. Интересно, как в эту цель попасть. И мы видим, что она немножко уходит под пол, поэтому вот этот вот родительский объект еще немножко приподнимем. Но это опять же такие детали уже. Осталось сделать так, чтобы наша звезда была поражаемым объектом. А для этого нам необходимо, чтобы на ней был компонент ShootableBox. Всего лишь один скрипт. Плюс еще ReadgetBody. Чтобы на него могла воздействовать сила. Ну, давайте попробуем, получится ли все так прямо в лоб. Находим наш скрипт ShootableBox. Если мы не знаем, где его искать, смотрите, вот на объектах TouchetBox у нас есть этот скрипт. Мы просто левой кнопочкой мыши кликаем. И нам Unity открывает папку, в которой этот скрипт размещен. Сокидываем этот скрипт на нашу звезду. У нее еще должен быть обязательно коллайдер. Коллайдера у нас тоже нет, поэтому пока ничего работать не будет. Добавляем компонент коллайдер. И я думаю, что здесь подойдет коллайдер. Наверное, сферический сфер коллайдер. Вот, замечательно, да, есть коллайдер. И добавим еще компонент RigidBody. Давайте проверим, что у нас произошло. Вот, наша звездочка упала. Очень даже неплохо, но попробуем в нее стрелять. Очень даже интересно. То есть мало того, что она анимирована, она еще и вот так вот себя физически хорошо ведет. Как вы видите, когда мы добавили RigidBody, наша звезда упала вниз. Что это значит? Это значит, что нам нужно, чтобы у нее была какая-то подпорочка. То есть мы можем, допустим, тоже продублировать пьедестал, подставить его под нашу звезду. Давайте вид сверху, чтобы было видно, куда двигать. Вот так. Ну и, наверное, можно пьедестал сделать чуть пониже. Давайте проверим. Вот звезда у нас над пьедесталом прыгает. Очень даже тоже интересно. На нее работает и анимация, и физика. И она такая движущаяся. Если ее сделать мельче, то появится дополнительный такой экшен, что в эту цель не так легко попасть. Вот мы уже разнообразили нашу сцену, нашу игру. У нас базовый функционал использовался. Мы всего лишь поработали с графикой. Я желаю всем успехов. Делайте свои шутеры, добавляйте какие-то другие модели, материалы. Подбирайте оружие. Придумывайте свои игры. До новых встреч в следующих уроках. Если вам они нравятся, подписывайтесь на канал. Я думаю, что будут еще новые уроки. До новых встреч в следующих уроках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...